Всем привет! Хочется обсудить последние события. И главное событие, это наконец-то вышел из бункера. Может вообще Владимира где-то прячут, Зеленского, я имею в виду, нашего новоизбранного президента. Потому что с момента объявления экзитповов после второго тура Владимир не выходил в публичную сферу. И вот наконец-то он вышел с видео о том, что от него прячут булаву. Что вот ему кто-то не хочет давать булаву. И посмотрите, что творится. Но мы вообще там всех победим. Во-первых, я хочу обратить ваше внимание, что все, что сейчас происходит, в отчетах голосов, все по закону. По закону у Центральной избирательной комиссии есть 10 дней на подведение итогов. Они собирают протоколы с мокрыми печатями. В том числе из-за границы, то есть из-за граничных участков. Понятно, что все это требует времени. Это очевидно. Но вот Владимир все-таки уже волнуется о своей голове. При этом он не нашел времени каким-то образом прокомментировать решение Путина выдавать российские паспорта жителям Донбасса. А это вообще ключевое событие последних месяцев. Потому что фактически это новый акт агрессии со стороны России. Фактически это ползучая аннексия теперь уже Донбасса. Представьте себе, что там больше половины людей будут иметь паспорта Российской Федерации. Да, но уже о чем мы говорим? О какой реинтеграции Донбасса мы говорим? И что теперь у Путина будет возможно в любой момент использовать там войска, потому что он будет защищать уже не просто абстрактно русскоязычных, а конкретно граждан Российской Федерации. Поэтому это очень серьезная ситуация. Родатура у Владимира абсолютно молчит. Даже на его официальной странице в Фейсбуке Володимир Зеленский. А на тех так называются? Нет, ничего. Единственное, появился текст на страничке команды Зеленского. Ну, с какими-то там, да, общими словами, что это все очень плохо. Но не об этом речь. Владимир уже получил поздравления от Крампа, Меркеля, Макрона и так далее, и так далее. То есть мировых лидеров. И он уже в глазах их является президентом Украины. И именно к ним он должен сегодня апеллировать с требованием новых санкций против России. Говоря о том, например, Литва уже отреагировала, сказала, что не будет признавать эти паспорта. Это же могут сделать и другие страны мира. Но для этого к ним тоже должен обратиться. В Литве такое ощущение, что нужнее, чем нашему новоизбранному президенту. Но Владимир не нашел времени на видео здесь. Дальше приняли закон про мову, который мы обсуждали в стриме. Здесь Владимир сделал заявление, но опять же на видео его не хватило. А вот про булаву. Про то, что дайте мне булаву скорее. Я уже не знаю, что ему так срочно нужна. Может, знаете, булаваж ей удобно, может, спину почесать или еще что сделать. Так вот, дайте мне ее поскорее. Здесь он все-таки видео сделал. И, как оказалось, после этого улетел в Турцию. Там очень важное событие. Там происходит фестиваль весело. И, конечно, без Владимира он обойтись никак не может. Ему срочно нужно туда. Он не нашел снова же времени вспомнить про 26 апреля. Это годовщина Чернобыльской трагедии. Но он взял курс на Турцию. Напомню вам, уже один брал курс на Турцию. Помните, батя, я стараюсь. Теперь мы имеем продолжение этой истории. Может быть, конечно, дело в том, что Владимир, узнав величину президентской зарплаты, и учитывая, что начались майские праздники, там в Турции нехватка аниматоров. Может быть, он решил подзаработать немножко перед вступлением на должность. Но в любом случае это неинтересно. Кроме того, кстати, уже есть афиши и приглашения 23-25 мая в Киеве концерты Лиги Смеха. И ведущий Владимир Зеленский. Вот. В общем, похоже, Лига Смеха становится... Уже нет смысла, кстати, покупать билеты на Лигу Смеха, по-моему. Потому что она переходит в масштаб всей страны. И мы же можем бесплатно эту Лигу наблюдать с утра до вечера. Кроме того, произошло еще одно событие печальное. 25 апреля произошел взрыв на шахте в поселке Юревка, на Луганской области. Неконтролируемая сегодня Украиной территория. Там пока точно мы не знаем сколько, но вроде бы погибло 19 человек, 19 горняков. Конечно, я приношу свои соболезнования всем родным, близким, кто, может быть, нас слышит. И это наши граждане, это граждане Украины, поэтому это наша трагедия. И снова-таки, мне кажется, здесь должна быть реакция новоизбранного президента. Я во время часто вопросов к правительству сегодня обратился к Кабинету министров с просьбой, чтобы Кабмин наш обратился с заявлением, что мы готовы помочь, в том числе направить горных спасателей, которые были сейчас, и контролируемыми Украиной. И это ближе, чем Ростовская область, откуда запрашивает сейчас помощь так называемая ЛНР. Кстати, это все очень перекликается с сюжетом. Подобный сюжет был в фильме «Слуга народа». Только там Василий Голоборотико не улетал в Турцию в этот момент. В общем, такая история. Я хотел бы еще одну вещь, да, чуть не забыл. Буквально несколько дней назад мы провели такую акцию, я провел такую акцию, разместил плакат с изображением поцелуя. О чем идет речь? Есть знаменитая граффити на берлинской стене поцелуй Брежнева и Хонкера. И надпись там на русском языке была в оригинале «Господи, помоги нам выжить среди этой смертельной любви». Мне кажется, что иконография текущего политического момента в Украине является перефразированная эта идея, а именно поцелуй Зеленского и Коломойского. А надпись можно не менять «Господи, помоги нам выжить среди этой смертельной любви». Этот плакат я повесил на воротах Мариинского дворца, официального дома приемов резиденции, дома приемов президента Украины, потому что думаю, что вполне возможно, что Игорь Ульярич Коломойский уже сказал, что возвращается в Украину. Я так понимаю, что он будет жить именно там, в Мариинском дворце, по утрам выходить, там курить на балконе, пить кофе, и мы уже это все ждем с нетерпением, эту картину. В общем, этот плакат вызвал большой интерес, мы прямо на месте фотографировались даже иностранные туристы, и я решил этот плакат разыграть среди вас, мои уважаемые подписчики. Условия конкурса очень просты. Нужно быть подписчиком, подписавшим на канал, нужно поставить лайк, нужно нажать на колокольчик и написать в комментариях, для чего вам нужен этот плакат, то есть как вы его собираетесь использовать. Победителю конкурса я через неделю объявлю победителя и отправлю ему этот плакат, уже практически исторический, плакат, очень интересный арт-объект. Смертельный поцелуй Владимира Зеленского и Игоря Коломойского. Друзья, с наступающей вас Пасхой, хочу вам пожелать самого лучшего, счастья, здоровья, Христос воскрес! До новых встреч!